на дворе ночи я приехала разбираться где мои вещи вообще не понимаю как я их забыла кошмар сейчас прихожу там блин такая очередь еще все пошли за покупками говорю вот я говорю пять часов назад где-то забыла мои вещички хорошо что у меня чек был я выбрю в зак положила я говорю вот такая-то 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 она там к начальнице меня отправлена говорит о да забыла кошмар это вообще на меня не похоже из ряда вон выходящие чтобы я забыла вещи на кассе а знаете почему потому что она говорит вам надо мешок ну тут небольшие вот кофта только да это я гурне не надо говорю мешок и нам не их положила на столик они слились с этим столом с кассовым и все я что-то видимо задумалась о чем-то очень важным и ушла но слава богу вернули забыла одеть свои специальные шорты для велосипеда о весь день накаталась знаете одна точка очень сильно болит смотрите остановилась вам показать хэллоуинский декор мне так понравилось вообще классно скромно но со вкусом окном ее придавила классно сделали вообще нарядилась вот в такой вот классный просто пончо в классное пончо с кашмиром потеплее оделась потому что поехала в сан-франциско наконец-то у нас похолодало наконец-то но в том плане что жары сильно нету также классная погода просто можно одеть сапожки вот такую кофточку тепленькую курточку легкую шарфик ну как бы совсем другая одежда какой обычно мы здесь носим и это как бы разнообразие вот так вот я скажу мне нравится что здесь четыре сезона но у нас калифорнии они не такие знойные там зимние весенние осенние осенние как в россии допустим зима да здесь все это так быстро проходит на по крайней мере ты можешь каждую одежду поносить каждую кроме конечно теплых пуховиков сапогов тому угги тут носят кстати в майами даже вот но не в этом дело не об этом видео уже к себе уверен когда у него все есть есть деньги физическое здоровье нормальное мужское есть где жить и есть как содержать женщину потому что это неотъемлемая часть каждого мужчину и поэтому они очень уверены вот такие вот здесь американцы да и русские мужчины если где-то прогол в жизни у них ну что-то ведь не функционирует так как надо то это вот начинается вот эти проблемы поэтому от этих проблем никто не застрахован и как только начинается где-то проблема начинается ревности считаем вот поэтому надо наслаждаться этим периодом на телефон что мы поехали с девчонками опять голым он написал окей классное место ну вот такая особенность его что там видите нудистские эти предпочтения вообще вместо шикарное но и все и мы опять сходили туда и так много русских ходят вы не представляете и причем это русские пожилые пары вот в этот раз две женщины были такие в возрасте уже голые потом мы пришли в бассейн с людой он такой небольшой там 8 человек не всего можно сидеть там водичка такая минеральная прям ты сидишь и весь в таких мелких мелких пузыриках вот как вини и на ноге можешь любое слово даже написать потому что все все тело у тебя в таких пузыриках и мы сидим и пришла наша русская пара и женщина то в купальнике была а мужчина блин разделся и слушайте мне стало так неловко мне так стало почему-то неудобно и они сидят по-русски разговаривают а мы с людьми раз сразу же замолчали и мне стало неудобно что вдруг они сейчас увидят то что мы русские и как и мужчине то будет комфортно некомфортно я так как люди то поворачиваясь у меня улыбка с лица то не сходит но это такая дурацкая ситуация я ее закрыла собой то я пошла из этого бассейна потому что я не представила даже не могла представить как я сейчас заговорю с русским мужчиной а он без штанов сидит ну правда вот американцы там вот не вообще по барабану что они все без штанов но когда наш русский мужчина сидел мне до того стало неудобно мой соотечественники я не знаю почему это у меня такое произошло тем более я там вообще сидела не раздетая в купальниках а его жена тоже в купальнике я не смогла больше сидеть в этом бассейне я ушла а потом приходят другие наши все девчонки и мы начали тараторить на сколько было 4 5 6 человек и мы начали разговаривать там обо всем и вот эта русская пара сидела и они не стали больше говорить на русском языке но они просто видимо нас слушали сидели и они так молча еще посидели и потом вышли конечно мы так и не познакомились но я даже не могла бы себе представить вот представляете я сижу такая там пузыриках вся неглиже без купальника и наш соотечественник без штанов и мы начинаем вести какие-то беседы об иммиграции господи а более тупую ситуацию или вот более дискомфортную ну даже представить себе не могу в жизни на данный момент потому что это так не органично с моим происхождением с россией с моим образом жизни в общем я не знаю я не готова была к нашим русским мужчинам потому что все-таки у нас менталитет другое я в россии таких мест не знала и не посещала вот потом я спросила у мужа говорю ты знаешь вообще об этом месте ты бывал в таких местах он сказал что нет не бывал и он даже не знал что у нас тут есть такие места так что вот но мне туда разрешено ходить а он единственный спросил когда первый раз приехал он говорит ты чё тоже без купальника было я говорю нет купальники я говорю не готова без него купила старбаксовские полоски но я так называю потому что все считают это полосками я уж называю так как вы хотите это слышать потому что если я назову кофе все напишут ты что кофе нормальная не пила поэтому вот это всех устроить такое название третье какая новогодняя красивая чашечка и он мне представляете налил полне ханик я уже не помню что не столько наливали видать я понравилась ему полный прям вот когда подходишь старбакс после забирать берешь вот их этот стакан и сразу же такой опана блин вот столько налили берешь следующий заказал вот столько где-то а сейчас зевах вот столько а